Свой 30-летний юбилей коллектив отметил скромно на репетиции и подготовке к музыкальному спектаклю. В рабочей обстановке детский оркестр русских народных инструментов застала и наша съемочная группа. О юбилее, о коллективе и планах на будущее нам рассказал художественный руководитель и дирижер оркестра, почетный работник общего образования Российской Федерации Владимир Семакин. Все, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два и три. Детский оркестр русских народных инструментов в нашем городе существует уже 30 лет. И этот коллектив уникальный в своем роде не только в Серпухове. Я вам больше скажу, что детский оркестр, он единственный не только в Серпухове, потому что подобных коллективов нет в Протвино, нет в Чехово, в Чехово нет в Пуше. Владимир Семакин вот уже 20 лет остается его бессменным руководителем. За эти годы он сам стал человеком-оркестром. В 1980 году дирижер впервые увидел выступление подобного коллектива в ДК «Россия». И это была любовь с первого взгляда, одна на всю жизнь. Когда шел учиться в музыкальное училище, я прекрасно понимал, чем я буду заниматься, что я буду работать в музыкальной школе, преподавать инструмент и желательно заниматься с оркестром, потому что это очень интересно. Свою страсть и любовь к музыке Владимир Алексеевич передает детям на занятиях в музыкальной школе и на репетициях с оркестром. Три, четыре, нет, рано, еще один так, здесь два повторения, а ты сразу приступишь, еще раз, три, четыре, раз, два и три. Чтобы попасть в коллектив, мало быть талантливым. Главные качества, которыми должен обладать музыкант – трудолюбие и упорство, и, конечно же, поддержка близких. У меня был мальчик, он долго занимался, и мама старалась приходить на каждое выступление. То есть он постоянно видел, что мама приходит, маме это интересно. И именно поэтому я уже тоже замечал, что вот именно те дети, родители, которых этим интересуются, они долго держатся. Они долго держатся в оркестре. Раз, и два, и три, и нет, до, си, и потом в до, в го, еще раз. Валерия Русецкая в коллективе почти год играет на домбре. Репертуар пока знает не весь, но за это время уже не раз выступала с оркестром. Мне больше всего нравится концерт, наше выступление, потому что все идет гладко, даже если что-то идет не так. Я получаю большое удовольствие от этого, и он мне очень нравится. Они переживают и волнуются перед каждым выходом на сцену, прогоняют композиции, настраивают инструменты. Звучание оркестра зрители узнают с первых нот. Только на сцене можно получить не самые незабывая эмоции, которых ты не получишь больше нигде. Многие, кто вот ушел из оркестра, хотят вернуться к нам, и даже приходят в наши концерты, иногда помогают нам. Я с большой осторожностью отношусь к тому, чтобы не было принудиловки, чтобы ты должен, ты обязан туда идти, и все. Он так и будет относиться к этому, лишь бы отсидеть свое время. Поэтому я стараюсь, чтобы в первую очередь детей заинтересовать, если ему стало интересно, когда он приходит, потому что некоторые приходят, походят, ну вроде как не их и так далее, они потом, ну и значит, ну вот, значит не судьба. А есть дети, которые заканчивают музыкальную школу и продолжают ходить. Руководитель ставит самые смелые задачи, а коллектив легко воплощает их в жизнь. Возможности его воспитанников многогранны, и подтверждение тому награды. Все они – большие достижения маленьких музыкантов. Хотя у детей на этот счет свое мнение. Скорее всего, без Владимира Алексеевича оркестр не смог существовать таким вот, который я люблю. Оркестр Владимира Семакина можно смело сравнить с веником, в котором каждый прутик важен, и он их всех крепко связывает. Работа в данном коллективе требует большой энергии и отдачи. Сейчас в оркестре занимаются порядка 35 музыкантов, и все они – ученики третьей музыкальной школы. Первая цифра сразу. Раз, два, три, четыре. Если у детей нет интереса, все это бесполезное занятие. У нас очень весело на репетициях. Много ребят. Очень интересно. Главное, у нас есть время, и чтобы пошутить, и чтобы позаниматься. То есть нет такого, что мы пришли, и два часа сидим, только играем. Где-то можно пошутить, где-то могут наругать, но за дело. Репетиции проходят три раза в неделю. За полтора часа нужно успеть не только повторить старые песни, но и выучить новые. А репертуар у коллектива большой. Очень у многих распространено мнение, что народный оркестр – народный оркестр. Мы играем, ну конечно же, и народную музыку. Мы играем что-то из классической музыки. Мы играем что-то из эстрадной музыки. То есть там, например, у нас есть произведение из репертуара группы «Любая», например. Почему нет? Для человека 30 возраст небольшой, а для детского оркестра достаточно зрелый. Можно сказать, что это уже коллектив с историей, хотя у них впереди еще много-много лет творческой жизни. И, конечно же, мечты, которым мы пожелаем исполниться – возобновить гастрольную деятельность, принимать участие в фестивалях, выступать с большими концертами.